Какое самое важное качество человека? Я считаю, что самое важное качество человека, которое существует на земле, это желание продления жизни своего рода. Я считаю, что род человека, он должен существовать. Я считаю, что один из самых пакостных или нарушающих законов, это распространение проституции, распространение педофилии, распространение популяризации гомосексуализма. Я считаю, что преступление против народа это поощрение распространения наркотиков, распространение употребления солей, которые являются очень тяжелыми наркотиками, разрушающими психику человека, распространение. А ведь это никто сейчас не контролирует. На территории Российской Федерации очень много детей в молодом возрасте до 20 лет используют амфетамины, принимают наркотики и это свободно, можно купить свободное. Я не верю, что такая страна, как Российская Федерация, не верю, что такая страна, как Украина с огромным масштабным системным подходом к контролю людей, не может наладить системы, при помощи которых она бы убрала наркотики с территории страны. Алкоголь, возможно, невозможно убрать, но наркотики 100% можно убрать, тогда это кому-то нужно. Как это в наших странах, постсоветского пространства, в странах, в которых никогда никто не знал о наркотиках во времена Советского Союза, сейчас есть наркотики. Это же позор. И та власть, которая говорит, мы очень много сделали, ей нужно сказать о наркотике. Ну почему проституция, наркотики, педофилия, гомосексуализм, почему это открыто популяризируется и почему к этому есть доступ? Я приехал в Арабские Эмираты, написал порнографию в телефоне и ничего не выдало. У нас можно написать порнографию в России, Казахстане, Белоруссии и свободно выдает большое количество. То есть они закрыли в Украине, они закрыли ВКонтакте и в Одноклассниках, но зато не позакрывали порнографию. Ну так а что нас больше интересует, ВКонтакте или порнография? Ну так пусть закроют порнографию, пусть все слова там порнография, женская проституция, проститутки и так далее, пусть это все исчезнет. Это же очень несложно сделать. И после этого они говорят нам о том, что они очень много делают для страны, бомбят Сирию и так далее. Пусть закроют сайты, пусть у нас люди хотят продлевать род, пусть у нас люди хотят создавать семьи, пусть эти семьи хотят друг друга любить, пусть в этих семьях рождаются дети, пусть род продолжается. Зачем у них убирают возможность продления рода? Зачем? Чтобы на этой территории кто жил потом? Дальше. Что сделать человеку, чтобы быть богатым человеком? Я хочу вам дать совет. Если вы хотите быть богатым человеком, то вы должны принять для себя такую концепцию. Делайте немножечко больше для своих потомков, чем для себя. Когда я что-то делаю, я это не делаю для себя давно. Я это делаю для своих дочерей. Делаю для того, чтобы у дочерей, у их детей было. И делаю для их детей тоже. То есть я всеми силами пытаюсь следовать словам, которые в свое время сказал Анансис. Делай для своих детей больше, чем ты делаешь для себя. Я с этим абсолютно согласен. Это стимулирует, мотивирует и заставляет шевелиться. А если для себя, то мне все устраивает. Я бы мог ничего не делать. Но когда я думаю о тех детях и своих потомках, которых я люблю, это заставляет меня быть социально ответственным, заставляет меня иметь свою точку зрения, заставляет заниматься бизнесом, заставляет шевелиться в моей жизни. А так для себя я уже все смог сделать.